Всем привет, друзья! Сегодня вас ждёт интереснейшее видео, потому что сейчас я вам покажу, где я беру пружины! Пружины это то, без чего практически нереально сделать какие-либо толковые механизмы в макетах оружия, да и вообще где-либо. Резинки, которыми упорно пытаются заменить металлические спиральки, недолговечны, к тому же не везде подходят. С самого начала моей деятельности на ютубе некоторые из вас спрашивали, где же взять столь редкий товар? В этом выпуске я не просто расскажу, где приобретаю пружины, но и покажу, как они делаются. Свои первые шаги в изготовлении макетов из дерева я пробовал ещё на уроках труда в школе. Тогда наш трудовик показал, как вручную самому изготовить какую-нибудь пружинку. Нужна была только специальная проволока из пружинной стали, то есть среднеуглеродистой или высокоуглеродистой с очень большим пределом текучести, что позволяло изделиям возвращаться к исходной форме, несмотря на значительный изгиб и скручивание. Также необходим какой-нибудь круглый продолговатый предмет, на него и накручивали проволоку. Со временем ручной способ изжил себя, поскольку в мастерской у меня имелись заводские пружины. А когда они кончились, я шерстил интернет, а также ходил по городу в поиске предприятий, занимающихся изготовлением пружин под заказ. Алиэкспресс и какие-то розничные покупки не рассматривались, ведь там очень ограниченный выбор. Наконец-то мне попался сайт организации Мега Волга, которая находится в моём городе Ульяновск по адресу 40 проезд инженерный 18. С тех пор только с ними и работаю, потому что можно заказать пружину практически любого размера, особенно если речь идёт о макетах пушек. Помимо привычных нам пружин на сжатие или растяжение, ребята занимаются изготовлением конических пружин, которые используются при ограниченном для них пространстве механизма в осевом направлении, пружин кручения, а также изгиба. На нас больше всего интересуют пружины сжатия, не так ли? Чтобы произвести заказ, нужно знать параметры нужных изделий. Длину, диаметр проволоки, которые используются, диаметр витков проволоки или, как я люблю называть, диаметр спиральки и расстояние между витками проволок. В своих некоторых видео, посвящённых изготовлению макетов, я говорил параметры использующихся пружин. А ещё они есть в некоторых шаблонах, например, UMP45 или Barrett M82. На канале всё имеется, так что кому интересно, можете поискать. Ссылку на сайт, где вы можете заказать себе любые пружины для своих поделок, я обязательно оставлю в описании. Организация Мега Волга отправляет свой товар по всей России. Оно и понятно, качественные изделия должны быть везде. Кстати, мне даже удалось заснять процесс изготовления пружинок. Давайте посмотрим на это занимательное производство. А я пока расскажу, как делаются эти замечательные элементы механизмов оружейного макетостроения. Для качественного производства нужны специальные станки. Пружиновивочные автоматы, гибочные станции, переоборудованные токарные, шлифовальные станки, отпускные и закалочные печи, ну и так далее. Одна из самых распространённых технологий – навивка. Она проводится вручную, оператор навевает проволоку или пруток на станке, или автоматически, при помощи навивочного автомата, горячим либо холодным методом. При горячем проволока нагревается, но это нужно для больших и мощных пружин, чтобы не перегружать оборудование. Пружины маленьких и средних размеров в подобных операциях не участвуют. Прежде всего подготавливается проволока, которую устанавливают в станки под определёнными параметрами. Суть процесса изготовления в том, что пруток продевается в станок через планку, а конец фиксируется зажимом на оправе. Затем разными валиками задаётся уровень натяжения, скорость вращения и прочие функции, отвечающие за размеры изделий. Когда станок запускается, процесс происходит автоматически. Нужно лишь стоять с ведром и успевать ловить новоиспечённые пружинки. На токарном станке оператор уже сам регулирует оборудование в процессе работы, задавая диаметр, витки, а также длину. Чтобы произведённое добро сохранило свои свойства и не деформировалось, обычно делают термообработку, состоящую из первого этапа закалки и второго – отпуска. При закалке детали нагревают, выдерживают и быстро охлаждают в соответствии с характеристиками используемого материала – в масле, солевом растворе, воде и т.д. При отпуске происходит прогревание деталей и финальная формовка, если это необходимо. Потом пружина полностью готова к использованию. Теперь вы знаете, где взять абсолютно любую пружину для своего макета. И если понравился видос, то поставь лайк, подпишись на канал, дружище, а также поделись роликом со своими друзьями. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!